Барнольские депутаты устраняют законодательную брешь. Народным избранникам часто жалуются на отказы оформить землю под самовольной постройкой. Действующего перечня документов не хватает, чтобы доказать право человека на участок. Депутату Гордомы после инициативы губернатора Виктора Томенко решили расширить список. Федеральный законодатель говорит, что платишь за коммуналку, подтвердил. Мы говорим, а если налоги ты платил, то тоже значит тогда есть подтверждение. Федерального законодательства не предусмотрено. Если, например, у тебя присвоен адрес, есть решение суда, когда твой факт проживания до 14 мая 1998 года подтвержден. Решение же суда есть, федерального законодательства этого нет. Мы предлагаем дать такую возможность. После заседания Дума направит законодательную инициативу в ОКЗС. Там вопрос должны рассмотреть через неделю, на апрельской сессии. Такая практика работы с органами местного самоуправления максимально правильная, потому что позволяет разрабатывать документы, исходя из реального проблемного поля, которое существует в территории. Острым остается вопрос выполнения исполнительных листов. В 2021 году на эти цели потратили 811 миллионов рублей. В 2022 больше 2 миллиардов, а нужно в разы больше. На 1 января 2023 года на исполнение органов местного самоуправления остается 172 исполнительных документов на общую сумму 9 миллиардов 119,2 миллиона рублей. Больше всего из полулистов в комитете ЖКХ. Вопросы ремонта жилья, переселения из аварийного оценивают в 900 миллионов рублей. Самый дорогой бюджет в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту. Только на очищение ливневок нужно 4,5 миллиарда. Депутаты обсуждали, выделять ли из городского бюджета дополнительные деньги на исполнительные листы. И в итоге решили, что так рисковать нельзя, иначе не останется средств на исполнение социальных обязательств. А еще городские парламентарии утвердили нового главу железнодорожного района Андрея Курышина. Андрей Александрович практически рассказал программу, стратегию развития железнодорожного района. И мы бы хотели отметить, что помимо таких хозяйственных черт, понимания хозяйства района, Андрей Александрович обладает еще управленческими данными. Не будучи еще главой района, он знает очень многих жителей, руководителей организаций. 7 лет Андрей Курышин возглавлял автодорстрой, а вообще на руководящих постах он уже 10 лет. Его назначение на должность главы района уже третье за год. Ранее депутаты утвердили главой индустриального Дениса Летягина, а Ленинского Евгения Авраменко. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.